Цивилизованное здравоохранение становится доступным для жителей самых отдаленных уголков региона. Старые медпункты уходят в прошлое. Их сменяют отремонтированные медицинские отделения. Два обновленных фельдшерско-акушерских пункта недавно открылись в Тутаевском районе. Темпы качества реализации областной программы ФАПов находятся на контроле руководства региона. В четверг на объектах побывала инспекционная комиссия. Ее возглавил заместитель председателя правительства Ростислав Даниленко. Об этом мои коллеги. Вот карточки. Это детская картотека маленьких пациентов. Это взрослая картотека. Галина Михеева не без гордости показывает список своих пациентов. Они для нее не просто имена в бланках. Почти все, как близкие друзья. Со многими она встречается несколько раз в неделю. За одну рабочую смену через фельдшерско-акушерский пункт в селе Никольское проходит 10 человек. Благо здание нового ФАПа располагается по соседству со старым. К изменившемуся адресу людям не пришлось привыкать. Главное, условия здесь значительно лучше. Галина Ивановна мне и таблеточек досуг, кончик сделает. И на дом вызываю, и двой приезжает. Я очень довольна. В новые стены ФАП переехал почти год назад. Медперсонал особенно порадовали современные батареи. Раньше приходилось топить печку. Обновилось и оборудование. Весы взрослые, весы детские. Ростомер. Маленьких принимаем, взрослых принимаем. Процедуры любые делаем. К Никольскому ФАПу приписано шесть сотен пациентов из деревень в ближайших 12 километрах. Аналогичным образом ситуация обстоит и с медпунктом в селе Борисоглеб. Оба ФАПа разместились в зданиях бывших сельских администраций. На ремонт каждого ушло по 600 тысяч рублей. Разницу пациенты почувствовали сразу. Здесь вообще прекрасно. Тепло, уютно. Обслушивание хорошее. Ходит постоянно народ. Первую помощь всегда окажут. Новые условия приема больных в четверг оценила специальная комиссия. Ее возглавил заместитель председателя правительства области. Ростислав Даниленко отметил свежий ремонт, а также лекарственное оснащение медпункта. Сейчас здесь есть возможность проводить процедуры и даже вакцинацию взрослых и детей. Здесь наборы находятся на неотложную медицинскую помощь при бронхиальной астме, при инфаркте миокарда, при стенокардии. Также комиссия оценила потенциал медперсонала. В ближайшей перспективе кадровый голод ФАПа мне грозит. Радует то, что они уже все давно стали местными жителями. То есть это уже, я бы даже их называл такой фельдшер-семейный доктор. Потому что они уже знают практически всех людей, кто здесь живет. Знают, у кого какой недуг, их особенности. Программа реорганизации медицинских учреждений сейчас одна из приоритетных для региона. Фельдшерско-акушерские пункты со временем должны появиться во всех крупных поселках области.